Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы будем обозревать свеженькую игрушку под названием Loadout. Вышла она совсем недавно в стиме и является бесплатной. А представляет она из себя аркадный шутер от третьего лица с вот такой мультяшной графикой. Сравнить ее можно, ну например, с Quake 3. Ребят, фанаты Quake, не ругайтесь. Разумеется, эта игра и рядом не стояла с квакой, но тоже имеет место быть. Также она мне напоминает Team Fortress 2. Ну что ж, давайте смотреть. Заходим в магазин по порядку. Здесь у нас раздолье для донатеров. Можно покупать ускоренный опыт. Активировать код игры для дополнительных функций. Можно купить спейсбаксы. Это валюта, скажем так, не игровая. За нее можно покупать всякие скины и всякое такое. То есть в игре спейсбаксы вы заработать не можете. Так, ну что ж. С этим разобрались, идем дальше. Мы можем приобретать, помимо ускоренного опыта, еще и увеличение прироста блютов. Блюты, вот это как раз игровая валюта. Для нее можно покупать детали к нашему оружию. Но с оружием мы разберемся немножко позже. Переходим к вкладке технологии. Здесь мы выбираем оружие, которым мы обычно чаще всего пользуемся. И можно его раскачивать. Например, у нас установлена какая-то деталь в оружии. И когда мы начинаем в игре пользоваться оружием с этой деталью, мы получаем опыт. И деталь вот эта, вот этот бонус от детали, он начинает увеличиваться потихоньку. Также мы можем открывать доступ к другим бонусам. Это для каждого оружия отдельно. Всего 4 типа. Винтовка, то есть это просто огнестрельное оружие, ракета, ракетница. Пульс это что-то вроде плазмомета. Луч. Я думаю, всем понятно, что это. Он просто без конца бьет и моментально долетает до цели. Ну и гранаты. Оборудование, то есть есть гранаты, есть щит. Есть турельки, которые можно ставить, и они будут вас защищать. Вкладка достижения. Здесь написано все о нас. Наш портрет, наш ник, уровень, опыт. Написано тут будет, каким оружием мы чаще всего пользуемся в процентах. Сколько мы людей убили, сколько раз умерли. В общем, все, все, все о нашем геймплее. Во вкладке персонаж мы можем выбрать уже готового персонажа, либо создать своего. Допустим, как-нибудь назовем его. Здесь мы можем напокупать себе за спейсбаксы, желтенькие, да, вот эти монетки, всякие прикольные фичи. Одежду, насмешки. И все в таком духе. Экипировка. Здесь уже интереснее. Здесь нам нужно... Наше оружие, которое мы все настроили и подобрали, нам нужно запихнуть в слоты. Думаю, вам тут все понятно. Слоты, кстати, можно открывать. Вот тут написано, вот... У нас есть лишний слот. Один бесплатный, остальные разблокируются на уровне 5, 20. Ну, а дальше уже только в магазине. За донат. Донат рулит, к сожалению. Ну, и самое интересное, друзья, я приберег это напоследок. Создание оружия. Изначально в игре у нас только одно оружие, нам нужно как минимум два. Чтобы колесиком переключаться. Кликаем на оружие. И... Настроить. И вот здесь уже фантазия начинает бурлить. Мы можем изменять приклад, прицел, ствол, охлаждение и спуск. И даже тип патронов. Вот это, кстати, очень интересная штука, потому что патроны могут быть трех типов. Они могут просто наносить урон. Они могут... Бить врага током. При этом эта цепная молния, она по врагам расходится. По цепочке. И даже патроны могут лечить. То есть мы можем быть своего рода хилом в команде. Разумеется, потом здоровье улучшается в сок, а Тесла в огонь. Ну и, конечно же, вот эти все детали. То есть ствол, например, может изменять характер нашего оружия. Оно может становиться медленным и снайперским, да, и иметь высокий урон. Оно может иметь высокий разброс, но хорошую скорострельность и так далее. Приклад может уменьшать отдачу прицел. Сами понимаете, может менять эффективность самого прицеливания. Там для дальних расстояний, для ближних. Даже вон биосканер есть. И рентгеновские лучи даже, я так понимаю. Да, вы можете видеть скелеты других игроков через стены. Потом спусковой крючок. Тут тоже, вот, например, есть обмотка, да, которая... Вы зажимаете спусковой крючок и скорость начинает повышаться постепенно. Есть спусковой крючок для очереди из двух зарядов, из двух пулек. Так, полуавтомат, полный автомат. В общем, все на ваш вкус. Для луча можно поставить систему охлаждения. Потому что луч не использует патроны. Он просто перегревается. Вот. Мы это все сохраняем. Ну, я уже все это сделал. И вот у нас два оружия. Одно основное и одно на всякий случай. Над ним я пока не работал. Я решил поиграть лучом. Ну и, конечно же, бой. Тут все просто. Можно создавать пати. Можно искать матчмейкинг. Своя игра появится, как видите, позже. Ну и, конечно же, перевод игры оставляет желать лучшего. Пока что, пока что. Но это в будущем, я думаю, подправит. Значит, есть у нас обычная игра. For fun. Против ботов, против людей. Есть соревнования. Это уже рейтинговая игра. Думаю, что нам стоит начать с обычной игры против людей. Нажимаем найти матч. И игрушка начинает нам подбирать игроков. Как я понял, в игре есть несколько режимов. Но подбираются они рандомно. Так, это... Это у нас что? Это у нас... Как я понял, мы должны идти к точке. И... И я провалился в текстуры. Забавно. Мы должны идти к точке и либо захватить ее, либо напасть. Но в прошлый раз это был захват флага. Сейчас я не знаю. Сейчас мы это узнаем. Так, давайте определимся, куда нам все-таки идти. Вот у нас значок атака. Туда мы и направимся. Уже видел врагов. А, это захват точек. На контроль. На кнопочку контроль мы можем... делать рывки. Вот такие. Чтобы уворачиваться от... вражеских пуль. на кнопку СИ мы можем кидать гранатки. Так. Хорошо. А вот и нехорошо. Мы потеряли контрольную точку. Так. На Space прыгаем, на Shift бегаем. Все по стандарту. Все по стандарту. Так. Идем захватывать. Да. Так же можно не только на Control прыгать, но и на вперед-вперед, влево-влево и так далее. Так. Нас просто подстрелили моментально. Видимо, это была какая-то снайперская винтовка. Угу. Вот нас лечат. Хе-хе. Забавно. Так. Давайте захватим. Хотя бы что-то сделаем в этой игре. Хе-хе. Полезное. А вот и враги. Так вот. Еле-еле мы... Еле-еле мы захватили и отдефали. Кстати, заметьте, какая тут графика... Какая тут... Как тут оформлено... Оформлен урон. То есть получение урона. Персонаж начинает просто истекать кровью. Видны его кишки, кровища. Нас начинают закидывать какими-то... Патронами, которые отскакивают от стены. Это мы, кстати, можем тоже открыть. Довольно удобная штука для... Так. В чем дело? Оконный... Оконный режим меня подводит немножко. Так. Надо как-то захватить это дело. Идет захват. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Захватаем. Опаньки. Я захватил контрольную точку. Но... К сожалению, меня убили. Но ничего. Всяк лучше, чем ничего. Так. Враги-враги. Размен один в один, походу, будет. И... Наш герой показывает фак. Ха. На смертном Андре. Вот такой тут игровой юмор. Так. Давайте попробуем другое оружие. Так. Так. Нас... Нас Теслы убивают. Что-то мы отвлеклись. Нужно захватывать точки. Бежим-бежим. Как видите, прыгать можно здесь с любой абсолютно высоты. Помогаем-помогаем. Так. Где наша точка? Она внизу у нас. Ее охраняют. Вот так. Идем захватывать. Хорошо. Надо постоянно оглядываться. Вот видите, да? Вот о чем я говорил. Захватили. И отправляемся на покой. На сколько? На 3-4 секунды. И респавнимся. Мы захватили. Теперь нужно защитить. И походу уже поздно. А нет, не поздно. Еще что-то можно сделать. Ну вот и все. Мы получили больше очков за захват. И нам показывают. Мы победили. Нам показывают. Лучшего игрока. В этом матче. Его зовут Токкой. Токов. Токов его зовут. Ну и оружие. Сами видите, как у него называется. Вот такая игра, дорогие друзья. Если вам нравится. Заходите в Steam. Называется она. Я повторяю. Load Out. Качайте. И играйте. Ну а я, пожалуй, выберу себе какой-нибудь приз. 300 блюдов я заработал за матч. И я теперь смогу их выгодно потратить. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Некрос. Играйте в хорошие игры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok